Азербайджан Премьер-министр Армении с трибуны парламента заявил, что Ереван должен поднять вопрос о полной деоккупации территории Нагорного Карабаха. Тот факт, что деоккупация Карабаха состоялась минувшей осенью, Пашинян сознательно игнорирует, поскольку имеет в виду совершенно другое. А именно возвращение международно признанных территорий Азербайджана под контроль Армении. При этом решение задачи по повторной оккупации Карабаха, по словам Пашиняна, должно быть скорее политическим, нежели военным. То есть все, что на сегодняшний день может предложить Армения в качестве вклада в установление мира в регионе, это идея об аннексии Карабаха политическим путем. Таким образом, становится совершенно очевидно, что Ереван предпочитает тратить время и энергию вовсе не на стабилизацию в регионе, а вынашивает неприкрытые реваншистские планы. Иезуитский отказ от применения силы при этом носит лишь вынужденный характер, так как армянская армия в ее нынешнем состоянии не способна на решение масштабных задач. Но на чье понимание либо сочувствие рассчитывает Ереван, декларируя готовность к политической версии реанимации своих претензий? Кому адресован этот месседж? Если международному сообществу, то какие аргументы наскребла Армения, чтобы убедить его в правомерности своей затеи? Таких аргументов не может быть по определению, поэтому у нас есть все основания сомневаться в искренности Еревана, якобы отказавшегося от возвращения войны в регион. Никол Пашинян при любом представившемся случае педалирует тему углубления военно-технического сотрудничества с Россией. Этот вопрос позиционировался едва ли не как основной в повестке недавнего визита армянского премьера в Москву. Даже набившая оскомину проблематика так называемых военно-пленных отошла на второй план. Пашинян анонсирует создание опорного пункта 102-й российской военной базы в Зангизуре. В целом он характеризует армяно-российский военный союз как некий щит, гарантирующий неуязвимость при любом сценарии. Преподносится все это со скверно скрываемой угрозой, и эти нотки вынуждают усомниться в перспективах скорейшего установления долгосрочного мира в регионе. Особенно в контексте заявлений Пашиняна о том, что азербайджанцы и турки исторически являются врагами армян и остаются таковыми по сей день. И тем паче в условиях настойчивого упоминания в этом контексте военного сотрудничества с Россией. В Баку четко фиксируют тональность заявлений армянского руководства и делают соответствующие выводы. Еревану настоятельно рекомендуется принять во внимание тот факт, что попытки повернуть время вспять добром не закончатся. Жить прошлым как минимум непродуктивно. Редактор субтитров А.Семкин